23 апреля 1986 года. Кот Васька довольно мурчал, свернувшись клубочком на подоконнике и подставив пушистую морду теплым лучам вечернего солнца. На кухне закипала вода в большой белой кастрюле в горошек, и свежевылепленные пельмени аккуратными рядами лежали на деревянной дощечке. Уже и молодая женщина в зеленом домашнем халате тщательно оттирала пыль и залипшие следы с поверхности черного, старого и местами побитого радио. Чихнув от клубящейся пыли, она кинула взгляд на часы и засуетилась. Быстро смахнув остатки грязи, домохозяйка прокрутила колесико и поправила антенну. С хрипом радио поймало сигнал и начало трансляцию то ли литературной публицистики, то ли литературных чтений. Впрочем, женщину это не волновало. Она уже вернулась на кухню и ловко закидывала пельмени в кипящую воду, лишь краем уха слушая передачу. Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Из коридора донесся звон ключей и скрип открывающейся двери, а уже через минуту из гостиной прозвучал усталый мужской голос. Все, Лена у твоей мамы. Ты счастлива посидеть с внучкой? Но только до следующих выходных. Ты что там, блины жаришь? Пахнут вкусно. Какие блины? Пельмени, отмахнулась женщина. Подожди пару минут и будут готовы. А что это за чудо техники? Ты про радио, не поверишь. Людка, сплетница из соседнего дома подарила. Просто так отдала. Сказала, что не надо им такое старье. Между прочим, отлично выглядит и работает. И вкусные передачи транслирует. Запах блинов аж чувствуется. 20 апреля 2014 года. В чулоне скопилась целая груда хлама. Так и норовящая упасть вниз и завалить насмерть любого искателя древностей. Чихая от пыли, брюнетка в спортивном костюме осторожно пыталась поднять холщовый мешок, забитый непонятно чем. И где эти туфли? Слух пробормотала она. И вдруг натолкнулась рукой на что-то угловатая. Черт, сколько же мусора. Это радио, что ли? Придерживая плечом шаткую конструкцию из вещей и обломков мебели, девушка с трудом вытащила старый, даже древний, на вид радиоприемник. С любопытством брюнетка подула на него, вызвав маленькую пылевую бурю. Ну что, нашла? Что это? Со смехом выдохнул жующий бутерброд парень. Радио не видишь, что ли? Слушай, да, ну, наверное, еще моей бабушке принадлежало. Какой бабушке из Саратова? Что здесь делают ее вещи? Не понял, жених? На секунду отрываясь от еды. Да нет другой бабушки, здесь куча ее вещей. Осторожно, устанавливая технику на трюму, пояснила девушка. Интересно будет работать или нет? А ты не говорила, что у тебя другая бабушка есть? Ага, моя мама из пробирки родилась. Была бабушка, но я ее не застала. Да и маме было лет шесть, когда она скончалась. Вообще, странная история. У нас в семье ее не особо вспоминают. Слушай, включи радио, а? Брюнетка с любопытством выпрямила антенну. Радио захрипело из динамиков сквозь шипение. Стали прорваться голоса. С добрым утром и хорошим днем по этому многоголосому хору. Вы, дорогие радиослушатели, можете судить о том, как много гостей собралось в нашей студии. Что это, с добрым утром? Радио еще и советские передачи транслируют. А ну, поймай что-то еще. Означает начало новой эры в истории их родины. Это первая государственная кампания, ныне принадлежащая перуанцам. Из динамиков полилась мелодичная игра скрипки. А женский голос с расстановкой продолжил 150 лет тому назад. После долгой и кровопролитной борьбы, длившейся больше двух сотен лет, мужественные, свободолюбивые перуанцы изгнали испанских конкистадоров. Слышу привет из СССР. Похоже, снова на ретро-ФМ попали. Ты чувствуешь, что это запахло гнилью, какой-то дохлятиной? Фу! Девушка сморщила нос. Ой, только не говори, что снова трубу прорвало, черт, действительно. Или забродило, или завонялось. А у нас мясо не пропало. Ой, иди трубы посмотри, горе-инженер. И окно открой душно. 29 апреля 1986 года. В комнате витал запах медикаментов. Из туалета доносились хрипы вперемешку с кашлем. Женщина стояла на коленях перед унитазом и ее нещадно выворачивала. Привычно бледная кожа приобрела ярко-красноватый оттенок, а руки, слабо цепляющиеся за белый бортик, подрагивали от накатывающих судорог. Женщина с трудом пыталась встать, но ноги не слушались, а очередной спазм скручивал желудок. В голове, охваченной странной апатией, проносилась мысль, что нужно дойти до телефона, нужно позвать на помощь. Домохозяйку снова вывернула, а голова ее закружилась, как от безумной карусели. Она не могла даже встать и крикнуть. В гостиной на полу рядом с потухшим, но еще теплым радио лежал Васька. Солнечные лучи играли на пушистые мордочки, но кот не шевелился, он не дышал. 28 апреля 2014 года. В квартире в кои-то веки было тихо и ничего не мешало девушке сосредоточиться на написании отчета. Ничего, кроме жуткой усталости и недосыпа и полнейшего нежелания что-то делать. Подавив зевок, она кинула взгляд на старое радио, стоящее на полу. Подарок из прошлого отличался странностями и явно приносил несчастье. Мало того, что единственные радиостанции, которые он ловил, относились к Ретро-ФМ, так еще и в квартире с появлением раритета начался дурдом. То ли из труб стало вонять гнилью, то ли из-под пола. Вода приобрела соленый привкус, а после того, как девушка попала на программу об отчете о развитии сельского хозяйства, вонь в квартире стала невыносимой. Как не принюхивались, а понять откуда воняет навозом молодожены не могли, и починили бы трубы по-человечески. В слух пробормотала девушка и, по вино из внезапного порыва, пошла к радио. Оно включилось легко, брюнетке даже не пришлось ловить радиостанции. Сквозь хрипы прорывался звонкий женский голос. Внимание! Внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Дослушать девушка не смогла, так как ощутила резкий тошнотворный спазм, скрутивший желудок. Она рванула к туалету, рухнула на колени и ее мгновенно вырвала. Голова закружилась. Сглотнув вязкую и горькую слюну, брюнетка дрожащими пальцами не схватилась за бортику и не вторзвам.